Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Сейчас покажу. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если еще этого не сделал. Мы сегодня вместе с вами приехали в Анапу, а именно в ЖМТ. Именно с этого поселочка у нас начались наши совместные путешествия в полном составе. И сюда мы приехали в далеком семнадцатом году всей семьей, когда Родиончику было три месяца. И жили мы вот в этом гостевом доме. Именно здесь мы решили припарковаться и показать вам весь путь. Заодно вместе с нами прогуляетесь. Под конец выпуска мы обязательно искупаемся. Посмотрите на пляже и на обстановку в ЖМТ. Погнали! Ну что, начинаем вместе с вами путь. Нам сегодня везет, потому что дует такой приличный ветер. И он сдувает как бы всю эту жару, духоту. Почему мы решили именно отсюда прогуляться? Ну, во-первых, поностальгировать и вспомнить. Во-вторых, когда наши ребята, друзья, бронировали этот гостевой дом, на сайте было написано, что идти буквально там 300 метров. А по факту, когда мы приехали, оказалось, что идти до моря гораздо-гораздо дольше, больше километра. И мы с маленьким Родионом, маленьким Артемом таскались в эту ужаснейшую жару час туда, час обратно. Это было что-то нереальное. Поэтому мы решили вместе сюда приехать снова и пройтись по этому же маршруту, только уже с более взрослыми детками. Ну и вдруг вы тоже будете бронировать себе гостевые домики в Джимите, то тоже посмотрите, сколько ходить. Здесь, кстати, также тоже стояли еще тогда всякие прокаты, но в 17-м году эта тема только начиналась. Мы, кстати, не арендовали. Мы, кстати, открыли здесь такую палатку овощей и фруктов, на сезон, видимо, поставили. Вот, но дороги до сих пор в таком состоянии. Асфальт здесь не положили. Вот она пошла дорожка вниз. Тогда, помню, по-первых, катить коляску в эту гору было еще то приключение. И вообще не понимали, почему мы тут остановились и почему мы должны тут жить. Но спасало то, что у ребят в гостевом доме был такой классный бассейн. И мы в самую-самую жару тусовались в басике. Его там чистили, все хорошо. В принципе, вот если вы хотите заселиться, смотрите. Гостевой дом Волна они называются. Вот, в принципе, можете заехать. Ну, по крайней мере, когда мы были, было все очень чистенько, аккуратно, вежливые хозяевы. Есть такая общая там кухонка у них, кинотеатр для детей. Вот. И все, здесь получается вот так вот проходит дорога. Сейчас будем переходить. Так, здесь вот видите, тоже вот так вот продают малинку, помидорки, абрикосики. Отсюда начинается уже такая более-менее дорога, точнее, участок дороги. Дальше сейчас все видите сами. Приходилось прыгать с коляской, но тем не менее, это был незабываемый момент, потому что, ну, реально, вот все вместе приехали на море, вот этот великолепный анапский морской воздух. Вот просто в Сочи такого воздуха нету, что он прям влажный, им прям классно дышать. Анапа – это вообще такой зеленый-зеленый город, который, ну, не может себя точно не влюбить, особенно если у вас есть детвора. Просто нужно знать пляжи, где останавливаться и где купаться. И на момент 17-го года мы вообще ничего не знали. А сейчас мы же даже нашли, где в Большой Анапе есть пляж. Вот 100% там самое чистое море из всего нашего берега, ну, не считая, например, Крым. Именно вот Краснодарского края там 100% самое чистое море. Посмотрите выпуск, оставляю ссылочку в описании. Ну, вот и как я говорил, дальше дорога прерывается, плиточка, и все. Приходится вот по такому бездорожью шагать и катить коляски, что, конечно, безумно будет неудобно, если у вас детвора. Вот люди ходят. Я сразу вспоминаю себя, как мы так же тащили. Я тащил Артемку вот так вот на шее. Очень-очень долго. Настенька катила коляску с Родионом. Тут опять снова начинается асфальт, потому что здесь есть приотельная, тогда получается, территория. И они сделали себе, ну, брусчаточку выложили. А еще вот в этом отеле, кстати, всякие проходят дискотеки. Я помню, мы тут ходили постоянно, у них тут дэнс-дэнс. Красивая территория. Правда, как называется отель, не подскажу точно, не знаю. Так. Вот, а дальше снова нам придется прыгать. Поэтому смотрите, как говорится, пристреливайтесь, где вам останавливаться. Вот он, получается, вход на территорию. Здесь, кстати, также есть экскурсии. И продают овощи, фрукты. Ничего не изменилось. А вот он, видите, называется пансионат Соловей. Вот, и на входе вот такая палаточка с рухтами. И вот опять прыгаем. Есть магазин продуктов, он, кстати, здесь и был. Вот, то есть каждый отельчик делает себе немножко территории, да. Вот видите, экскурсии. Это называется курортный отель «Дельфин». Проспект Пионерский, 5. Вот, и дальше такой небольшой теневой проход. Так, вот, меня мы и обогнали. Ну как вы, Настенька, спустя 5 минут? Дети возмущаются. Дети возмущаются, вот. Ну да, тогда не возмущались они. Люди идут уже с пляжа в самый пик. А мы идем, чтобы показать вам, какие пляжи. Ту самую Анапу, которую мы и увидели, с которой мы и познакомились. Это песок повсюду. Смотрите, дюны огромные. И квадроциклы. Видите, здесь повсюду песок. Даже на тротуарах его много. Вот люди вот так вот стоят, обтряхают ноги, потому что в машину. Мне очень хочется перенести песок, потому что это потом будет ерзать. Особенно из-под детских автокресел. Протирается все. Фу. Вот еще один отельчик. Называется Рябушка. С правой стороны. Большая-большая территория. Видите, а дальше уже, я думаю, вы заметите, что гораздо больше встречаются нам туристов. Потому что мы сейчас как раз будем уже попадать в туристический проход, где будут начинаться всякие палатки, торговля с животными. Кстати, вот эта столовая номер 7. Ничего не изменилось. Так же и называется. Мы в ней, кстати, тоже кушали. Правда, рекомендуем или нет, я не могу сказать. Сейчас у Настеньки спросим, она все помнит. Но это было 4 года назад. Вот, поэтому все изменится. В принципе, Настенька вот говорит, что там, короче, нормик. Вот, поэтому будете здесь. Ну, зайдите и попробуйте. Возможно, что-то изменилось. В общем, мы зашли в эту столовую. Тут такая обстановка. Очередь, конечно, была мощная. Мы отстояли. Но минут, наверное, 25 точно в очереди. Вот сейчас покажу, что купили. Так, цены на паузу ставьте, смотрите. Так, взяли, значит, 2 сока, 4 лепешки, 2 хлеба, 2 зеленых чая, 2 рассольника, 1 грибной, 1 с фрикаделькой. Еще какие-то булки, детвора набрала. И все это вышло на 606 рублей. Все, мы переходим улицу. Давай руку. Лежи крепко, чтобы не улетел. Рукав от ветра. Здесь, кстати, вообще постоянные пробки. Будьте внимательны. Не любят пропускать никого здесь. Дальше есть въезд. Но это, понятное дело, только для местных. Либо у тех, у кого есть здесь, видимо, бизнес. Вот, мы сюда никогда не заезжали. Но, в принципе, здесь такая большая, широкая пешеходная зона. Много всяких разных палаток, где вы можете, ну, по традиции отпуска, оставлять деньги. Да. Будем пробираться сквозь толпу. Нет, мы пойдем все-таки вот тут аккуратненько. Давай, Артем. Я как-то в выпуске уже рассказывал, что здесь есть наше любимое блюдо. На шпажках куриное мясо, маленькая картошечка. Готовится все на деревянных шпажках. И тогда мы именно здесь попробовали это дело в первый раз. Вот, видите, вот такие чипсы картофельные. И вот как раз у ребят лежат эти шашлочки такие маленькие. Безумно вкусно. Говорю, кто будет в Анапе, обязательно пробуйте это блюдо. Ну, в общем, на вот этом туристическом проходе можно найти абсолютно все, что вы только хотите. От одежды до всяких надувашек, до еды. Всякие вот виртуальные аттракциончики, мороженое, попкорны. Так. И вот нам совсем чуть осталось до входа на пляж. Но до пляжа от входа идти еще далековато будет, потому что там начинаются вот эти песчаные дюны. И нужно будет еще их преодолеть. И покажу вам, что там с колясками особое удовольствие. Тащить их. Возможно, мы посмотрим, кто как тащит. Вот. Покажу вам. Вот, видите, креветки, холодное пиво. Вот они, видите, все готовят на шпажках. Здесь только так. Вы почти нигде не видите вообще, в принципе, шампура. Холодное пиво. Вот арбузов уже сколько. Безналичный расчет есть. Круто поставили терминалы. Это очень хорошо. Значит, они 100% выигрывают. Ух, какой сегодня ветер. Как у нас спасает сегодня. Потому что, если вы не он, как тащиться по этой жаре сюда и делать весь этот маршрут, я не представляю. Но у нас обязательно получится. Вот он, вход. Видите, написано «Динамо». Нам нужно будет чуть левее пойти. Вот где вывеска «Проход к морю» столовая. Именно там мы и пойдем. И на входе есть, видите, экскурсии. Можно также сгонять. И тут справа есть... Нет, спасибо большое. Вот детский прокат электромобилей, да, кому нужно. Это база отдыха «Динамо-1». Вы сюда можете проехать и заселяться. Вот экскурсии. Везде браудер-со, Крым, Геленджик. Отсюда везде катают. Отличная отправная точка для того, чтобы поехать. Все. Мы попадаем сюда. Здесь мы везли коляску. Еще пока было нормально, потому что... Артем, пошли. Потому что здесь деревянный настил. Здесь они, кстати, тоже постелили, просто тогда этого не было. Вот получается, чтобы отсюда перейти на ту сторону, нужно... Приходилось, в общем, вот по этому песку. А песок здесь достаточно такой глубокий. Но это очень клево, что столько песка есть. Вот тут есть кафе. Играет музыка. Косички, футболки, пиццерии. Надувашки. И вот сразу пиво различное, раки, мороженое. И вот, ребята, начинаются вот эти вот песчаные дюны. Господи, какая это красота. Это что-то нереальное. И самое главное, что по ним ходить нужно очень осторожно, потому что он очень сильно горячий. Песок невероятно горячий. И это не максимум, наверное, его раскала. Но есть настил. Просто дело в том, что по этому настилу не очень удобно катить коляски. И знаете, как я катил? Я просто ее разворачивал. И как бы задними колесами взорвался в коляску и тащил ее за собой. Я вот как раз про это рассказываю. Да. Это было действительно неудобно. Но посмотрите, какая это красотища. Как это все, ребята, смотрится. Вот эти песочные ущелья. Круть. Но пески в 17-м году были гораздо выше, потому что мы поднимались вот на вот эту гору. Она была гораздо выше. И сбегали с Артемкой и с моим другом, держа его за руки. Это было прям так прикольное развлечение. Ну и вот мы попадаем на сам пляж. Смотрите, как все смотрится. Из-за того, что ветер поднялись, волны, море штормит. Но я думаю, это совсем нам не помешает сегодня искупаться. На входе есть туалет, горка для детворы. Вот ребята катят коляски. Сложно здесь катить. Широкая береговая линия песчаная. Но единственное, что раньше здесь стояли квадроциклы и получается по вот этим вот барханам катались. Здесь вообще рельеф полностью изменился, потому что вот здесь даже еще были песчаные дюны. Но почему-то их становится все меньше и меньше. А где-то слышал, что это анапская проблема. Ух ты. Вот так вот забит пляж. Людей много, хотя уже сколько людей в принципе ушло домой, потому что сейчас самое-самое пекло. 12 дней. Мы, как всегда, в самый пик идем. Но красиво огородили. Заборчиком в принципе уже достаточно традиционно. 50 рублей, 4 шарика. Нормально. Очередь в переодевалке. Да. Вот такая вот, ребята, обстановка на пляже. В поселке Джимите. Гляньте, сколько людей. Да. Прилично, прилично. Ну, так же, как в центральном, в принципе, центральной Анапе на центральном пляже. Правда, здесь вода желтоватая такая, зеленоватая от водорослей. Видимо, из-за того, что еще штормит. Ух ты, да, людей очень много. Ну и вон, видите, водоросли. Ну что, давайте теперь вместе с вами попробуем, так сказать, Анапское море на вкус. Прям на вкус, потому что, смотрите, все в водорослях. Поближе, вот так вот. Рот закрывайте, Тема. Не дай бог что-нибудь поймать. Вообще, смотрите, просто купаешься в волосах. Ну ладно, окей, это природное, но людей много. Ух. Вот так это смотрится с моря. Обстановочка. Да, ну пойдемте. Ух. Ух. Резьки волной накатывают. Ух. Пойдем подальше заходить, чтобы посмотреть на цвет моря подальше. Так. За мной пытаются пацаны идти. Ух. Ну круто, что песок. Это бесспорно. Ну, водоросли анапские, это, конечно, да. В тени просто идешь в волосах. Так. Вот видите, как шик. Очень много водорослей. Ух ты. Ух какая. Ух. Так, ну все. Давайте нырять. Раз, два, три. Слушайте. Фу. Я нырнул прям. Фу. Ты прям чувствуешь кисель. Ой, блин. Слушайте, даже на глубине. Даже на глубине водорослей очень много. Фу. Слушайте, жесть. Интересно, как будет в этом на Тартуге мы до сколько. Но. Но здесь жесть. Да. Фух. Ух. Ух какая волна. Ну, давайте еще раз. Раз, два, три. Соленая. Ну, водорослевая. Ну, прикольно, что здесь устанавливают всякие вот эти батутики. Классные. Блин. Да. Я говорю, кто-то ругает Азов. А можно ругать Анапу. Вот она вся Анапа, как на ладони. Там горы. Оттуда, кстати, начинаются именно Кавказские горы. А здесь уже все, песчаные дюны пошли. Песок, песок, песок. Когда мы первый раз отдыхали в Анапе, дальше у нас, в нём году, вот эти игры. Прям, по-моему, даже они же. Вот так вот ходят все. И делают фотки, и платят, и просто фотки. А за количество сделанных фотографий такой разводняк, короче, мощнейший. Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Убегаем с этого солнца, потому что обеденный солнце – это просто жесть. А вообще с 12,4 лучше на море не появляться. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока.